Я в восторге от этого послания, которое называется «Религиозно-некорректный». Сегодня утром я говорил с Брайаном о событии, которое произошло на прошлой неделе с Лорен Дейгл. Она пошла на шоу Эллен Дэндженерс. Кто-то знает ее, да? Она, практикующая гомосексуалистка, и гордится этим. Лорен Дейгл пошла к ней, чтобы спеть песню поклонения, явить людям любовь, донести Евангелие через песни. Она раздала диски всем зрителям, чтобы они могли поклониться Иисусу. Я подумал, как это чудесно. Когда я читаю Слово Божие, историю Иисуса, вижу, что Он всегда пытался достичь потерянных, страждущих, разбитых, больных. Он желал этого всем сердцем. Я подумал, ну как чудесно, что кто-то понимает это. Они не боятся выйти и быть людьми. Знаете, честь церкви выступила просов в нее. Они сказали, тебе не стоит быть с этими людьми, делать этого, идти в такое место. Мое сердце огорчилось из-за этих слов, потому что я прохожу через то же самое сейчас. У нас есть команда, которая сейчас ставит сцену на Паркинс Роуд. Мы станем посреди мирского места и будем поклоняться Иисусу. Когда я читаю Слово, то вижу, что у христианина есть место в культуре, в обществе. Часто они хотят удержать нас в клетке. Говорят, вы можете поклоняться у себя. Но я не был создан для клетки. Я был создан для свободы. Я был создан для того, чтобы принести любовь Иисуса обществу. Кто из вас знает, что мы должны служить со смирением? И когда я начал слышать слова суждения в отношении того, чем мы занимаемся, то обратился к Господу и сказал, Господи, покажи мне, где я упустил что-то. Покажи, если я ошибаюсь, потому что не хочу делать того, что не нужно. Боже, покажи мне. Господь ответил мне. Это было несколько месяцев назад. Он сказал, следуй примеру жизни Иисуса. Я прохожу сезон жизни Иисуса. Я хочу знать, что делал Иисус. Хочу знать, где Он был, что Он делал, и почему, и с кем Он был. Господь показал мне некоторые вещи в моей жизни. И если вы не против, я бы хотел поделиться с вами тем, что Господь открыл мне. Надеюсь, вы не против. Это реальное определение. Политическая корректность. Это практика прямого или опосреданного запрета на употребление слов и выражений, считающихся оскорбительными для определенных социальных групп, выделяемых по признаку раса и пола. Они говорят, если у вас другой взгляд, то вам даже не стоит говорить о нем. От вас просто нужно избавиться. В нашей культуре много консерваторов. Их называют неполиткорректными, потому что они выступают против абортов, однополых, браков и прочего. Кстати, у нас скоро выборы. И, как сказал пастор Марк, мы будем голосовать не политически корректно, а библейски корректно. Я взял это определение и придумал свое. Это религиозная корректность. А вот что это такое. Это практика следования принципу, согласно которым мы должны соответствовать тому, как другие видят наши отношения с Богом. Мы должны быть осторожны, чтобы не оскорбить религиозные убеждения. Я считаю, что мы должны быть крайне осторожны, потому что есть благочестивая религия. Бог говорил о чистой религии. Она чиста и свята, и мы должны жить в ней. Но есть и культурная религия. Она была у фарисеев и саддукеев. У них была культурная религия, которая противоречила тому, что нес Иисус. А далее мы читаем такие слова. Согласно Иисусу, благочестие выглядело совсем не так, как представляли его религиозные люди. Они говорили и делали хорошие вещи, следовали букве закона. Но когда пришел Иисус, они поняли, что полностью упустили то, о чем говорили предсказания. Я хочу показать вам историю об Иисусе. Это Евангелие от Матфея, 12 глава, 1 и 2 стихи. Мы видим маленькую проблему тут. Мы говорим об Иисусе и голодных учениках. Итак, тут сказано следующее. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями, ученики же его взял кальк и начали срывать колоссия и ездить». Если вернуться на пару глав назад, то увидим, что Иисус не ел ничего на протяжении 40 дней. Его искушали едой, но он не ел. Люди думают, что ученики были голодны, а Иисус нет. Я думал, что он хотел преподать им урок. Иисус всегда желал этого. Сказано, фарисеи, увидев это, сказали ему, «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». И когда смотришь на Иисуса, то не можешь не замечать фарисеев и саддукеев. Они всегда обвиняли, осуждали, выступали против Божьих дел. Представьте, что вы и Иисус, и у вас 12 учеников. Они росли в законе, были в храме, знали еврейские традиции. Они знали, что нельзя собирать зерно в субботу, и тут Иисус идет и собирает зерно в субботу и начинает давать ученикам. Я даже не представляю, что творилось в головах его учеников. Что они думали? Я всегда знал, что это плохо. Мне всегда говорили, что так делать нельзя. Религиозные люди, учителя, служители в храме говорили, что так нельзя. А теперь Иисус приходит и говорит, вот, ешь. Что же они думали? Иногда мы берем свое представление о правильном и неправильном и ассоциируем его со своими мыслями и учениями в обществе и культуре, а не с моралью и истинной. Посмотрите, свобода бросила вызов всему тому, что они знали о Боге. Это свобода на новом уровне. Закон принес чувство оков, а Иисус принес свободу, которая показала новый уровень. Давайте опустимся на несколько стихов ниже. Далее у нас идет 12 глава, 7 стих. Сказано, если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных. Это очень важная слова. Во-первых, Иисус желает не жертвы, но милости. И Он говорит им, «Если бы вы знали, что это означает, то не пытались бы осудить людей, делающих святые вещи». Ну а если вернемся назад на три главы и откроем Евангелие от Матфея 9 главу, то там говорится вот что. Иисус сказал им три главы назад, что нужно сделать. Он уже сказал им. Они слышали, что Он говорил, но не делали. Итак, давайте посмотрим. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то фарисеи, сказали ученикам Его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками». Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Слишком много людей слышат, что говорит Иисус, но не делают этого. Иногда мы слышим, но нам тяжело принять истину того, что Слово Божие пытается передать нашим сердцам, потому что нам так долго говорили о другом. Иисус не хочет наших жертв. Он желает сострадания, душ, потерянных, страждущих, больных, раненых. Иисус желает того, что выходит за рамки культурной религии. Он хочет, чтобы люди спаслись, освободились. Я подумал, а где бы мы оказались в этой истории? Можно я скажу, где бы мы оказались, точнее, я? Я бы не был Иисусом, не был фарисеем или саддукеем, я был бы грешником, лежащим у стола, принимающим от Иисуса. Боже, исцели меня. Я нуждаюсь в помощи. Я нуждаюсь в том, что есть у тебя. Ну, вообще все мы нуждаемся в этом. Оковы, жертвы неправильно оценивают свободу сострадания. Я хочу, чтобы вы поняли. Сфотографируйте. Если бы меня звали Крис Ходжес, то кто-то уже бы написал книгу об этом. Следите за ходом моих мыслей, да? Оковы, жертвы. Знаете, что такое оковы, жертвы? Это когда вы живете и говорите, «Я должен заслужить это. Я должен перестать делать то и это, прежде чем найду Бога». Вы оказались в оковах. Есть оковы, жертвы. Я понял это в своей жизни, следуя неверной теологии. Эти оковы заставляют нас выступить против свободы сострадания. Знаете, почему Иисус был в такой свободе? Потому что он жил в сострадании. Наше сердце не должно быть в оковах жертвы или пытаться набросить эти оковы на других. Оно должно сострадать людям, чтобы сказать, «Я пойду с этим человеком, гомосексуалистом. Я молюсь за десятерых гомосексуалистов, чтобы они пришли в мою жизнь, и я смог привести их к Иисусу. И со мной связалось уже двое. Я не боюсь их. Господь посылает нас к ним. Как и с Иисусом, наше сердце должно быть обращено к потерянным, больным и страдающим». Это основа нашего служения. Именно для этого Иисус оставил нас на земле, чтобы мы пошли и достигли этих людей, показали им любовь Иисуса. Сегодня вечером, точнее утром, мы поговорим о некоторых вещах. Типичные ошибки религиозной корректности. Кто из вас знает, что когда Иисус пришел, то не был религиозно корректным. Он не был таким, каким его представляли люди. Он собирал зерно в субботу. Он исцелял людей в субботу. Он не был таким, как они представляли. На своем опыте я понял, что хоть фарисеев и не осталось, а остался их дух. Мы должны быть осторожны с этим. Когда я отдал свою жизнь Господу, то в ней было много оков, много багажа и прошлых вещей. Господь избавил меня от них. Было важно, чтобы некоторое время я не слышал и не видел эти вещи или этих людей. Я отделился от всего этого. Это было время чистки. Но Бог достает вас не для того, чтобы вы жили под камнем. Он достает вас, чтобы наполнить и чтобы вы могли излить на других. Это те вещи, что я узнал. Типичные ошибки ложной теологии. Я часто слышу ее. Мы сталкиваемся с ней, когда идем к людям. И вот то, что я слышал. Первое. Это часто проявляется в критическом духе. Иногда хорошо поговорить о Слове Божьем, но часто приходит дух суда и критики, когда люди кричат на тебя и осуждают то, что ты делаешь. Так было с фарисеями. Они не хотели обсуждать. Они лишь хотели осуждать. Это единственное, что им было нужно. Они не хотели знать истину. Они хотели воплощать в жизнь то, что сами считали правдой. Часто, когда вы вступаете в дискуссию с такими людьми, они не хотят знать ваши мысли, а лишь хотят покритиковать ваши дела. Итак, сейчас будет нечто. Мне нужно, чтобы вы были со мною, потому что это важно. Первое. Я понял, что Бог проводит меня через сезоны. Вы готовы, да? Бог не приводил меня куда-то и не бросал. Это было время, когда я не мог быть рядом с определенными людьми, не мог слушать некоторые вещи, видеть их, находиться в определенных местах. Бог проводил меня через сезоны. Это время, чтобы наполниться и излиться. Проблема не в сезоне, через который Бог проводит человека, а в том, когда мы ошибочно осуждаем других, потому что они проходят другой сезон, отличающийся от нашего. Вы знаете, что Бог достаточно велик и силен, имеет план, в котором может участвовать каждый человек? Если Бог мог использовать Иуду для того, чтобы сделать великие вещи для царства, то тем более он может использовать и нас. Я понял, что не нужно напрасно осуждать людей, потому что они не делают то же, что я. У меня свой путь. У всех нас свои пути и места. Ложная теология критически относится к другим людям, потому что она не понимает, где они. Глубина личной свободы человека определяет, как глубоко они могут опуститься в ад, чтобы спасти потерянных. Задумайтесь над этим. Когда у меня были проблемы с алкоголизмом, с порнографией, когда у меня были проблемы с вещами мира, я не мог вернуться к ним, потому что они искушали меня. Мне нужно было сначала избавиться от них, отделить себя от них, Но когда я освободился от этих вещей, то смог вернуться к людям, страдающим от них, и провозгласить жизнь, свободу Иисуса. И Иисус может исцелить вас. Он может убрать это желание, разрушить эти оковы. Он может изменить наши жизни. И далее там говорится, мощность личного света внутри человека определяет, насколько сильно он будет сиять во тьме. Иисус не пришел, чтобы бежать от тьмы, но чтобы бежать к ней. Каждый раз, когда я смотрю на Иисуса, то вижу, что Он делал две вещи. Осуждал фарисеев и являл любовь грешникам. Я подумал, а что бы сделал Иисус? Что бы Он сделал? Я верю, что Иисус был на задании привести людей к Богу. Я верю, что это наше высшее призвание. Мы не все достаточно здоровы для того, чтобы выполнить его везде. Но это наше призвание и наша цель. Когда я был слаб и незрел, я бежал от тьмы, чтобы сохранить свой свет. Не знаю, как вы, но я поступал именно так. Я спасся и был очень рад этому. Я не делаю это, не делаю то. Я лучше убегу и спрячусь, чтобы защитить свою жизнь. Не хочу, чтобы кто-то угасил мой маленький огонечек. Я должен защитить свой свет. Но однажды мой свет стал ярче и сильнее. Он стал большим и сильным. Я понял, что сияю, как Иисус. И тогда я смог вернуться во тьму, чтобы показать людям путь к свету. Да, аминь. Слава Иисусу. Второй пункт. Часто они больше переживают о том, как это выглядит, чем о том, что это. Когда мы идем в ресторан или бар, то нам говорят, а что, если бы кто-то выпил? Какой пример вы показываете? Я понимаю теологию этого вопроса, но это не соответствует Библии. Это не то, о чем переживал Иисус. Добро не может побудить других поступать плохо, оно лишь может раскрыть то, что уже есть в их сердце. Я понимаю, что вы тревожитесь о других людях. И хоть я ценю это, но что, если бы Иисус жил так? Что, если бы Иисус сказал, «Я не буду подходить к прокаженным, потому что не хочу, чтобы люди подумали, что я болен. Я не буду подходить к проституткам, потому что не хочу, чтобы люди подумали, что я дружу с ними». Я понимаю эту теологию, но она не соответствует Библии. «Где бы находился Иисус? Что бы он делал?» Вы готовы к следующему пункту? Когда я освободился от культурного, религиозного духа осуждения, я говорил себе, «Как только я покаялся, я отпугнул всех от Бога». Ну, теперь все хорошо, я не шучу. Я должен был освободиться от страха того, что эти люди осудят меня. Когда я перестал жить в оковах, понял, как любить Иисуса и людей, то все равно боялся, что эти люди будут осуждать меня так же, как я когда-то осуждал людей. Но теперь, когда я победил свой страх перед этими людьми, я свободен, чтобы любить Бога и потерянных так же, как это делал Иисус. Мы не живем в духе страха. Мы живем в духе сострадания и любви. Ну, и третий пункт гласит «бессознательное мнение» или еще личное убеждение. Мне всегда так говорили. Я всегда так думал. Я всегда так делал. Пастор Марк, вы постоянно учите нас, что нашим основанием всегда должно быть Слово Божие. Когда вы занимаетесь консультированием, то не должны рассказывать людям, что вы думаете, что предполагаете. Давайте им Слово Божие. У вас должно быть основание для принятия решений в жизни. Часто все это базируется на мнениях и личных убеждениях. Мы склонны ограничивать Божью любовь своими личными пределами. Я считаю, что Бог может любить так сильно, как я могу любить. Я вышел на кроличью тропу, или нору, как не знаю лучше сказать. В общем, Бог сказал, «Следуй за мной сейчас». Мы зашли в ресторан и начали петь песни поклонения перед мирской общиной. Я считаю, что это было чудесным. Люди подходили и говорили, «Я хотел бы поблагодарить вас за это». Люди плакали. Сейчас многие ходят в церковь благодаря тому, что пережили нечто подобное. Знаете, в чем разница между рестораном и баром? Она определяется тем, чего продается больше. Можно ли играть песни поклонения в ресторане, в котором продают алкоголь? Я скажу, конечно же, да. Я считаю, что это стоит делать везде. Я считаю, что мы должны везде нести Божий свет. Но что, если ситуация поменялась, и он стал баром, который продает еду? Можно ли тогда? А что, если у них закончилась еда? Это чистый бар. А что, если это бар для гомосексуалистов? Какие пределы у Божьей любви? Кроме нашего разума? Я не говорю вам, что все мы направляемся в бар. Мы идем, чтобы повлиять на людей, и часто не стоит пытаться влиять на людей, которые сидят под мухой. Мы понимаем это, но это единственная причина. Часто мы ограничиваем Божью любовь к Его народу своими пределами. В моей жизни было много гомосексуалистов, очень много. Я заметил, что у всех них был дух отвержения. Они были отвержены. И когда они приходят в церковь за любовью и принятием, то получают лишь одно — «Ты должен изменяться». Их снова отвергают, и они убегают прочь. Я верю, что мы должны быть церковью. Сейчас мы являем любовь и приветствуем людей, помогая им разобраться с их грехом. Мы помогаем им избавиться от него. Это то, что Бог делает через свое слово и сил. Но мы должны привести людей сюда. Каждый раз, когда мы оставляем Писание и переходим к своей логике, мы упускаем Бога. Мы упускаем Бога, и вот почему Бог побудил меня изучать Иисуса. Все это применимо к нашей жизни. Но Иисус очень важен. Мы не должны догадываться, что бы сделал Иисус, потому что мы знаем, что Он сделал. Мы видим это даже в Ветхом Завете. Вы должны проследить за жизнью Иисуса, за Его делами. И сейчас мы живем во время излияния благодати. Это не время излияния закона. Мы живем во время благодати. Даже Моисей не вошел в землю обетованную, потому что жестоко относился к народу. Я верю, что мы должны быть милосердны к Божьему народу, ко всем людям на земле. Мы должны относиться к ним с нежностью, любовью, принятием, вести их в Его дом. Иисус всегда был с грешниками. Не для того, чтобы опуститься на их уровень, но чтобы поднять их на свой уровень. Когда мы идем куда-то, то не делаем то же, что и они. Не говорим о том же, что и они. Но мы не боимся этого. Не бежим от них. Мы там для того, чтобы нести свет. Мы знаем, что делаем. У нас есть миссия. Иисус не шел к грешникам, чтобы играть в карты и выпивать по 100 грамм. Он шел к ним, потому что у него была цель. Он вел их к себе. Мы не делаем это для того, чтобы повеселиться. Мы делаем это, потому что Бог призвал нас быть светом. Чьей теологии соответствуют вашей теологии? Иисуса или фарисеев? Какова наша теология? А что, если бы мы оказались в этой истории? Мы бы осуждали, если бы увидели проститутку на улице. Когда мы видим кого-то, кто просит милостыню, или гомосексуалиста с флагом или шапкой на гей-параде. О чем мы думаем? О сострадании и любви к этому человеку, который пережил отвержение. Тебе нужно прийти в нашу церковь. Тебе нужен Иисус. Или мы ощущаем горечь и осуждение. Если ваша теология соответствует Иисусу, то вас будут гнать религиозные лицемеры. Потому что дьявол не хочет, чтобы мы шли на дороги и улицы. Он не хочет, чтобы вы шли во тьму и несли свой свет. Чтобы вы опустились вниз, дабы принести свет. Вот что сказано в Евангелии от Луки, 7 главе. «И оправдана премудрость всеми детьми ее». Посмотрите на обвинения. «А что, если кто-то выпьет? А что за пример вы подаете? А что, если кто-то сделает то или это?» Мы не видели этого. Но мы видели, как люди приходят к Богу толпами. Мы видели, как они наполняют церковь. Все законы, все культурные и религиозные вещи оправдываются одной вещью. Люди обращаются к Иисусу. Давайте поаплодируем Господу. Наши сердца и миссия, как церкви, состоит в том, чтобы достичь потерянных, больных и страдающих. Я хочу сказать вам еще одну вещь, прежде чем закончить. Дам вам пару важных вещей. Когда я начал служить Иисусу, то меня часто избивали вербально. Я не придираюсь к людям, я был на их месте. Я не просто понимаю, но ценю их. Но это заставило меня разобраться в теологии, в том, кто я, почему я таков. Я начал задавать себе вопросы. Вы должны быть достаточно смиренны, чтобы сказать, «Боже, покажи, где я упустил что-то». Вот что вы должны знать. Первое, вы должны знать, кто вы. Должны знать... Знаете, кто вы? Вы — тело Христова. Когда-то Иисус был здесь, в телесной форме. Но потом Он отправился на небеса и сказал, «Церковь — это мое тело, а я — глава. Мы — тело Иисуса». Это подводит нас ко второму пункту, почему вы идете в мир, потому что это делал Иисус. Мы служим потерянным, кормим бедных, исцеляем сокрушенных. Не позвольте критическому духу осуждения оттолкнуть вас от размышлений над тем, кто такой Иисус. Мы будем служить потерянным с правильным сердцем. Евангелие от Марка гласит, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Это наше призвание. Бог призвал нас не только наполняться в церкви, но наполняться и идти, чтобы излиться. Там находится страждущий, потерянный мир. Не знаю, как вы, но у меня есть призвание. Бог создал меня не просто для того, чтобы приходить сюда, проповедовать и идти домой. Там урожай. Он говорит, что делать или мало. Это проблема в мире, но не здесь. У нас есть миссия. А далее сказано, культурная религия по своей природе отделяет людей от Бога. Вот почему пришел Иисус, чтобы примирить нас с Богом. Я хочу показать вам Писание, которое показывает разницу между культурной, религией и христианством. Готовы, да? Это один стих, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его». Это христианство. Когда человек любит Бога, это приводит к повиновению Его заповедям. Это результат. Вот почему в Библии говорится, что если ходить по духу, то мы не будем исполнять желание плоти. Вопрос в том, чтобы вернуть людей к Иисусу. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Субтитры подогнал «Симон»